Из аэропорта в пассажирское вагонное депо «Адлер». Член общественной палаты России Константин Затулин, который только что прилетел из Москвы, встретился с рабочим коллективом этого предприятия. Знакомство с сотрудниками прошло в уже ставшем традиции формате. Затулин рассказал о своей политической карьере, о жизни в Сочи и немного о своей семье. К слову, дед политика Иван Затула был связан с железнодорожным делом. Он в свое время работал в Тифлицком вагонном депо. «Было самое крупное предприятие на весь Кавказ – это Тифлицкий вагонный депо. Там ему отрубило два пальца на станке, и с тех пор он встал за Тула без палок. Еще деда моего расстреляли в 2018 году в Велоказаке в Новочеркасске. Но вот он там проникнулся, кроме знакомства с железнодорожным мастерством, еще и большевистскими идеями, поэтому, собственно говоря, и пострадал в гражданскую войну». Напомнил собравшимся Константин Затулин о предстоящем предвыборном партийном голосовании, которое состоится 22 мая, и, конечно, о выборах в Государственную Думу 18 сентября. Он отметил, что изменения, которые были внесены в закон о выборах, пойдут только на пользу электората. Возвращение одномодатников позволит более эффективно представлять интересы регионов в парламенте. Дальше Константин Затулин предложил собравшимся рассказать о наиболее интересующих и наболевших проблемах. Так в очередной раз прозвучал вопрос о газификации сел Ладлерского района. Работы проведены, а голубого топлива как не было в домах, так и нет. Затулин, который занимался изучением этой проблемы, сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить ее с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Я проживаю в селе Верхневеселое. Проблема с газом существует, что произведены были работы по газификации, но газа как такого нет. Отапливаем древесным углем, разными видами топлива. Также в рамках встречи сотрудники депо задавали вопросы, касающиеся очередей в детские сады и на квартиры, вывоза мусора, ипотечных кредитов, здравоохранения, ремонта дорог и даже внешней политики. А вот вопросов, связанных с профессиональной сферой, так и не прозвучало. На сегодняшний день коллектив готовится к ответственной большой работе, летние пассажирские перевозки. Но для нас эта пора, будем говорить, очень ответственная. Мы видим задачи, цели, ну и будем, конечно, стараться их решать. Ответственность большая в том, что год объявлен годом пассажира. По работе фактически разговоров никаких не было. То есть это успешное предприятие, реконструированное в связи с Олимпиадой, действующее. Конечно, я так полагаю, есть свои производственные проблемы, но люди в основном интересуются своими жилищными, своими семейными, прочими проблемами своего проживания. И это вполне естественно. Все вопросы, на которые Константин Затуллин не смог ответить во время общения, зафиксировали его помощники и пообещали дать разъяснение в ближайшее время. Кроме того, есть возможность поговорить о наболевшем с членом общественной палаты в ходе личной встречи. Во всех районах курорта работают общественные приемные в своих си. Кстати, в Адлерскую, расположенной на улице Демократическая, Затуллин отправился сразу же после встречи с сотрудниками пассажирского вагонного депо. Продолжение следует...